Черная полоса накрыла синепалого старого деда. Вот это я вам могу гарантировать. Весь мир ополчился против него, как и весь белорусский народ. Это я знаю. Диктаторское везение закончилось 9 августа. Поэтому я вам не советую повторять все это. Теперь его накрывает черная полоса ненависти белорусского народа. Советую вам в этом просто серьезно разобраться. Немецкие прокуроры охотятся за белорусским диктатором. С такими заголовками вышла статья немецкой газеты «Билл», рассказывающая о начале официального расследования против Лукашенко в Германии. Причина расследования – резкое обострение миграционного кризиса, вина за который возлагается на синепалого диктатора. Вы хотите доказательств? Как вы понимаете, это первый прецедент в Европе и мире, когда на синепалого диктатора официально заводят уголовное дело. Не надо все валить в одну кучу. Это, естественно, триггер к тому, что на синепалого диктатора обрушится все, что он сделал за последнее время, и вспомнится то, что он делал когда-то раньше. Так не получится. Везение синепалого диктатора на этом закончилось. А вот везение белорусского народа только начинается. Но тогда это другой вопрос. Вы на канале «Реальная Беларусь». И с вами «Реальные новости». Поехали! Белорусский начальник по киберпреступности дал ответ, кто взломал МВД. Ответ звучал примерно так. Я не знаю, кто их взломал. Весь белорусский народ знает. Весь мир знает, кто взломал этих неадекватных неандертальцев. А человек, который должен бороться с киберпреступностью, не знает. Так проще. Так у нас все и строится. Кто мигрантов в Европу гонит, не знаю. Кто контрабандой занимается, не знаю. Кто стрелял в белорусский народ, тоже не знаю. В общем-то, зачем тогда вот эти неандертальцы находятся на тех должностях, на которых они находятся? Я тоже не знаю. Ирак снова приостанавливает пассажирское авиасообщение с нашей с вами страной. Ну а для граждан Ирака будут реализованы только обратные рейсы. То есть, чтобы могли покинуть нашу с вами страну. В общем-то, Ирак осознал, что творит Синепалый диктатор. Диктатор вкинул взор на Афганистан. Теперь он будет заниматься именно этими нелегальными мигрантами. Факты на стол. Слышь, диктатор, ты будешь заниматься мигрантами? Буду. А отвечать по закону будешь? Буду. Ну, тогда пакуй чемоданы. В ближайшее время мы тебя устроим в новую белорусскую резиденцию. Я не под следствием. Белорусско-польскую границу пыталось пересечь 739 нелегальных мигрантов. Практически тысячу человек пыталось пересечь незаконно границу. Вы представьте объемы этой самой нелегальной миграции. Вы только представьте, какое количество этих самых мигрантов находится на нашей территории. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Тысяча мигрантов за день. И все это организуют Синепалы. И за все это он обязательно ответит. Ну и снова польские пограничники опубликовали видеодоказательства, где, в общем-то, лукашенковские военные ходят мимо мигрантов и никак не реагируют. Ну, в общем-то, на вашей границе тарятся нелегальные мигранты, а вам все равно. Все по закону. В общем-то, попробуйте пройти по пограничной территории без паспорта и документов. Мой друг однажды попал в похожую историю, где, в общем-то, и сутки отсидел, и штраф получил. Ну, а нелегальным мигрантам можно. Но Лукашенко же их за руку не водит, просто указания дает. Диктатор попытался заработать на нелегальной миграции деньги. А заработает вполне реальный срок. Не сейчас, не сегодня. Но сидеть его придется. Они не к нам идут. Они идут к вам. Потому что вы их туда позвали. Зачем вы их туда звали? Вчерашняя авария на ТЭЦ-3 далеко не первая. В сентябре там вышла из строя паровая турбина. Мы уже рассказывали ее. Что хунта загоняет себя в опасное положение, так как инфраструктура крайне изношена. Поддерживать ее жизнедеятельность удавалось исключительно благодаря тем самым ответственным белорусам, которые были зачислены во враги народа. Прикладываем отчет в сводку по авариям на объектах Минэнерго. За первые 8 месяцев 2021 года их количество увеличилось на 15%. С 31 до 36. Тут держим в уме, что статистику фальсифицируют как могут. На той же ТЭЦ-3 случилось на 3 аварии больше. Еще один печальный тренд. Увеличение на 5 единиц аварий по вине персонала. Недальновинная политика хунты уже дает свои результаты. Увеличение аварий по вине персонала – это когда не совсем компетентный опытный персонал будет производить ремонты или переключения. В долгосрочной перспективе это приведет к увеличению количества аварий из-за поломок и отказа оборудования, так как его некачественно обслуживали. Уже сейчас довольно часто среди мастеров, инженеров, с учетом возрастающего количества бюрократии, часто можно услышать мнение «Мы вам бумажку правильную всегда напишем». Но при этом к оборудованию можем даже и не подходить. Например, сейчас подстанцию «Химзавод» в Минске помогают включить работники центрального аппарата Минэнерго. Хотя раньше минские электрические сети своими силами обходились вполне. Но недавно у них ушло несколько высококвалифицированных специалистов. Один из них – замначальника службы. В минских кабельных сетях весной была авария по вине персонала, однако ее свалили на дефект оборудования. Причина та же. Примерно в начале весны там у нескольких высококлассных специалистов закончились контракты. Вероятнее всего их не продлили по политическим мотивам. В общем-то, кажутся красивые слова и хорошая терминология. Но факт остается фактом. «Хунта» увольняет высококлассных специалистов, которые могли и на которых держалось производство. Практически целые предприятия и заводы. Работают ебатьки, которые ничего не понимают в том, что они делают. Но у диктатуры самое главное сейчас – лояльность и покорность. А не то, как можешь ты справляться с этим самым оборудованием. Вот и получается, что все ломается, горит, взрывается. А ответственных, как обычно, нет. А страдает белорусский народ. Поэтому времени у нас вполне серьезно практически нет. Я вам рассказывал о том, что в воскресенье скопилось огромное количество фур. Но к тому времени не было видео, чтобы я вам мог продемонстрировать полноту этой самой картины. Вот таким вот образом выглядела эта самая пробка, если можно ее назвать таковой. Это уже даже не пробка, это уже коллапс, который создал синепалый старый дед. В общем-то, Европа не хочет иметь никакого отношения с синепалым диктатором. И от этого, как обычно, страдают простые люди. Именно те люди, которые и страдают за то, что один усатый таракан захватил власть. Страдает белорусский народ, страдает белорусская экономика. А синепалый диктатор рассказывает о том, что виной вот этому всему. Ну, я, например, блогер. Или, может быть, Светлана Тихановская, или, может быть, Сергей Дылевский, или, может быть, в общем-то, сами белорусы. Диктатор готов обвинять всех, чтобы не признавать собственные ошибки. Но этому всему придет конец. Как я и говорил в самом начале ролика, черная полоса, которая не заканчивается уже больше года, накрылась головой синепалого диктатора и их прислужников. Всему приходит конец. Как и власти синепалого старого деда. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и рассказывайте своим друзьям, знакомым и соседям о том, что на нашем канале самые свежие и актуальные новости нашей с вами страны. Помните про политических заключенных, это очень и очень важно. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Солидный канал, мы смотрим дома этот канал. Продолжение следует... Продолжение следует...